В четверг, 4 января, армия Израиля провела серию атак по инфраструктуре террористической организации «Хамас» в центральной части сектора Газа. По данным Цахал, удалось уничтожить вооруженную группировку в лагере беженцев Бурейдж. Однако обстрелы продолжились и в ночь на пятницу, в результате чего пострадали жители южной части сектора, в том числе в городе Рафах, куда прибыли многие беженцы. «Не было никакого предупреждения. Их никто не предупреждал. Они были дома. Родители и дети. Они играли, ели. Ситуация была нормальной. Не было никакого предупреждения или уведомления. По дому нанесли удар без какого-либо предупреждения». По данным подконтрольного «Хамас» Минздрава Газы, с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 22 тысяч человек. Однако в правительстве Израиля готовы прекратить войну только при определенных условиях. Об этом говорится в плане послевоенного управления сектором Газа, предложенным министром обороны Израиля Юавом Галантом 4 января. По его словам, война закончится, когда будут ликвидированы управленческий и военный потенциал «Хамас», организации, которая управляла сектором с 2007 года. Другое условие – это возвращение всех израильских заложников. На данный момент в плену «Хамас» остаются еще более 130 человек. План Галанта предусматривает, что после войны управление в секторе Газа перейдет к палестинским органам власти. Правда, каким конкретно – не уточняется. В Вашингтоне ранее предлагали передать власть обновленной палестинской администрации с западного берега реки Иордан. Этот вопрос, вероятно, станет предметом обсуждения во время визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкина. 4 января он отправился в уже четвертую за последние три месяца ближневосточную поездку, в рамках которой посетит несколько стран региона. В его фокусе, как и в последние месяцы, будет предотвращение расширения конфликта. Госсекретарь обсудит конкретные шаги, которые могут предпринять стороны, чтобы избежать эскалации. Это ни в чьих интересах. Ни в интересах Израиля, ни в интересах региона, ни в интересах всего мира, чтобы этот конфликт вышел за пределы Газа. В США остаются одним из главных союзников Израиля на международной арене. В Вашингтоне раскритиковали ЮАР за то, что она подала иск против Израиля о геноциде, международный суд ООН. ЮАР хочет, чтобы суд срочно потребовал от Израиля приостановить военные операции в Газе. В США такие шаги считают преждевременными, поскольку Хамас по-прежнему представляет серьезную угрозу в секторе Газа. Мы считаем этот иск незаслуживающим внимания, контрпродуктивным и совершенно не имеющим под собой никакой основы. Слушания по иску против Израиля начнутся в Гааге уже 11 января.